Как не влюбиться в эти просторы, в этих прекрасных животных? Совершенно невозможно не влюбиться. Вот и наш герой, без страха и сожаления, сменил хоть и красивые, но все же урбанистичные пейзажи северной столицы на жизнь в простом крымском поселке. Между речками, Кокоской и Бельбеком, у подножия гор Бойко и Орлины Залет, в месте, где каждый взгляд ловит невероятные пейзажи, пасутся свободные и счастливые коровы. Ответственный за их счастье наш герой Михаил Батунин, и он отлично с этим справляется. Буренки нам подтвердили, хотя еще пару лет назад он о коровах знал немного, а видел их и вовсе лишь из окна своей машины. И, кстати, в Крым его привела именно машина, для которой в Петербурге, где жил наш герой, выдали крымские номера. И можно было бы на это совпадение не обратить внимания и забыть, но любой знак становится знаком, когда мы наделяем его этим особым свойством. И вот так Михаил приехал в Крым. И вот так Крым зажегся в его сердце, как новый дом, где теперь строится его деревенское счастье. Когда я планировал переехать в Крым, у меня были какие-то такие голубые мечты, что нужно жить на селе, завести там козу, корову, лошадок. Мы купили с ребенком, у меня сын 13 лет. Мы купили книжки о том, как правильно воспитывать лошадей. Приехали сюда, и здесь просто так получилось, что в процессе строительства нашего дома один из строителей говорит, а вот здесь ферма продается. Вот и так получилось, что мы ее и взяли. Коровы были на ферме, да, здесь была ферма, она была чуть поменьше, чем сейчас. И мы как раз вот начали осваиваться с этим фермерским бизнесом. Очень интересно. Ну вот вы встанете вот рядом с коровой, вот это еще маленькие, у нас есть еще побольше. И вот поймете сразу, что тут будет такое непонятно. Я городской житель, я верблюдов видел в зоопарке, коров даже в зоопарке не видел. Поэтому здесь это все так было впервые и вновь. Вот что интересно, вот моему сыну понравилось так на ферме работать, прийти пообщаться с коровами. Даже вот тяжелая работа там, убрать навоз, для него это было удовольствие. Первые полгода тяжело, потому что много друзей осталось. Но вот сейчас, спустя два года, вот я периодически спрашиваю, ну что, хочешь назад в Питер? Да нет, ты что, зачем? Здесь же гроза, да, здесь просторы, здесь просто свободная воля. И все же сама история, благодаря которой дороги привели нашего героя в Крым, хоть и выглядит на первый взгляд случайной, но в ней есть место выбору и свободная воля в принятии решения. Ведь в той городской жизни не было ничего, что связывало бы Михаила с сельским хозяйством или даже просто селом. По образованию я железнодорожник, работал по специальности на железной дороге в строительной компании. Потом пять лет был собственный бизнес строительный, строил метрополитен, в первую очередь, московский. Потом в какой-то момент я понял, что это все суета, ты столько времени тратишь на какие-то переговоры, разъезды. А где семья? А семья-то и не видит, да, ты что-то зарабатываешь, но самое главное время уходит, ребенок растет, жена где-то, а я где-то в другом месте. Я посчитал, что это ненормально, поэтому захотелось поменять в том числе и место жительства. В 2016 году я решил себе сделать подарок, купил автомобиль под Новый год. Был такой период, что во многих регионах, в том числе и в Санкт-Петербурге, автомобилистам начали давать 82-й регион. По понятным политическим причинам, чтобы враг запутался. И вот мне достался как раз номер с таким регионом. И у нас на тот момент еще не было желания куда-то переезжать. Потом прошло какое-то время, и наша соседка в коттеджном поселке, где мы в тот момент жили, говорит, а вот под Чудским озером такие места классные, столько земли. А мы в этот момент уже начали понимать, что тот участок, в котором мы живем, там 9 соток, ну тесно, тесно, не хватает где баньку поставить, там яблоневый сад посадить, там козу где-то, чтобы она там побегала. Съехали, красивые места действительно, Псковская область, Чудское озеро, вообще супер. Ну что-то не то. И так в одно прекрасное воскресное утро я вспомнил, что у меня на машине 82-й регион. Это судьба. И говорю супруге, ну надо. А у нас сразу слезы, да ты что, Крым, зачем нам это надо вначале? А потом, когда мы сюда приехали, все это уже не оттянешь. Я, когда увидел эту ферму, думаю, это же прекрасно. От нее до дома буквально 300 метров напрямик через лес. Коллектив хороший, есть с чего начать, с чего оттолкнуться, потому что лучше всего получать какие-то новые навыки, когда ты сам начинаешь что-то делать, вникать. И так в процессе все получилось потихоньку осваивать. Когда прилетели сюда, вышли утром попить, когда тогда еще было времени с утра попить чашечку чая, осмотрели все горы, и вот мы сюда поднимаемся. Здесь еще дороги не было, пешочком прогулялись, увидели, не знаю, по дороге там кабани следы. Вот, поднялись сюда, то есть вообще просто все, влюбились сразу. Мне захотелось построить дом, в котором самому было бы приятно жить. Значит, здесь мы в Крыму решили, вот я нашел ребят, которые, ну, просто великолепно умеют работать с деревом. Вот дом строится, есть там такая рубка канадская называется. Вот она строится, канадская рубка в диком стиле. Вот, чтобы все равномерно оседало, чтобы все смотрелось красиво, чтобы не было нигде щелок лишних. Жить здорово в здоровом доме. Вот у нас такой посыл был придуман. Потому что действительно, здоровый дом, и как бы человек себя комфортно там чувствует. Зеленая крыша, зеленые стены, сливаться с природой. Вот еще столбы так сделаны, как будто это корни растущие. Да, помощники, это у меня супруга как-то сюда переехала, сразу всех, все овраги были осмотрены на предмет бездомных собачек. Вот Зюзечка маленькая была совсем, малюсенькая, наверное, месяц ей был. Зюзечка, иди сюда, Зюзечка, иди сюда скорее. Зюзя. Вот любит общаться. Хорошая девочка, хорошая. Все, молодец. В окрестностях дома, значит, чтобы нам тоже было с чем пить утренний чай, поставили улья, решили разводить тоже пчелок. Посадили огород, персики, орехи, фундук, грецкий. Не знаю, в общей сложности, наверное, деревьев 50, наверное, посадили. Убедились в очередной раз, что земля здесь тяжелая. Порой вместе с ломом копать приходится. Ну, в итоге посмотрим. Самое главное, в этом году поливали, так все хорошо принялось. Знаете, в чем главный вопрос? Тяжела ли жить в деревне? Сложно сказать. Кому-то, может быть, и тяжела. Я пока особой тяжести не увидел. Она приятная. Вот это вот основное. Проще всего сказать, я этому не учился, я этого не знаю. И остаться стоять на прежнем месте, пока мимо не пролетит вся жизнь. Это просто, но скучно. А вот стать фермером непросто. Зато с буренками или с овцами, или даже с заготовкой сена не соскучишься. А знания придут с опытом, с теми, кто готов помочь и с любовью к своему новому делу. Когда у меня появилась ферма, у меня как раз встал вопрос, где взять коров? Потому что, с одной стороны, хочется, чтобы они не просто траву жевали, а еще давали, чтобы молоко. Общаясь с местными специалистами, с академиками, профессорами. Я понял, что тратить деньги на каких-то супердорогих коров смысла нету, потому что себестоимость продукции будет тогда очень велика. Поэтому мы решили сделать акцент именно на красной степной. Первым делом мы поставили поилки, потому что, когда я первый раз увидел, что коров из ведра поят, я подумал, что это ненормально. А так у коров всегда есть чистое питье. Коровка опускает носик, нажимает на краник, и вода льется. И корова все это прекрасно понимает. Буквально, вот только мы поставили сюда водопровод, все, каждая корова знала, что нужно сделать, чтобы попить. Вот один раз буквально показали, и все. До чего техника дошла, думает корова. Да. Самый основной персонаж здесь это у нас управляющий. Вы его уже видели. Вот он с первых дней на ферме. При нем все это начинало строиться. Вот он как раз главный специалист. Ну, он мне достался вместе с фермой. По наследству. Да. Ну, это одна из причин, опять же, была, почему я взял ферму. Потому что я видел грамотного человека. Потому что для меня, если бы на меня это все свалилось, это было бы, не знаю, сколько сил бы пришлось потратить, чтобы освоиться. Для меня интереснее, может быть, не самому все это реализовывать, а создать условия для людей, чтобы управляющему было интересно работать. Чтобы вот у нас есть скотник, доярка, эта семья. Вот. Я им дал место, где жить. Вот они здесь живут, с радостью работают. Хотя работа, конечно, тяжелая. Пару раз, ну, не пару раз, а в самом начале мы пробовали тоже участвовать во всех процессах. Вот сейчас недавно в Крыму была засуха. Да, был очень сухой период. У всех фермеров молоко вообще в ноль упало. Вот мы, благодаря вот нашим умениям, навыкам какие-то набрались, мы справились с этим периодом. И наши покупатели остались с молоком. У нас такой смешанный рацион питания у коров. Мы совмещаем их дневной эмоцион прогулочный с дополнительным кормлением. Комбикорм даем, сено даем, соломку на ночь. Самая их вкусняшка, это когда начинает яблочный сезон осенью. Это вообще, это их деликатес. Тут много яблочных садов осталось заброшенных. И вот они, давай по ним бегать. Много яблок, конечно, уже диких стало, но им нравится. Раньше коров доили только два раза. Не хватало сил, может быть, политической воли, мотивации. Но правильнее коров доить три раза. Утром, днем и вечером. Соответственно, мы сейчас так и делаем. Утреннюю дойку начинаем в пять утра. Ну, где-то к полвосьмого она заканчивается. И коровки выходят гулять после того, как встает солнышко. Если погода позволяет. Молочные коровы должны двигаться. У вас есть любимица в стаде? Любимица? Ну, она так гуляет. Одна гуляет. И есть еще любимица. Она вот на улице пасется. И как раз вот полтора годика уже, когда я пришел, она такая вот только родилась. Зовут Юлька. Красивая такая теволочка. Значит, изначально у нас было три доильных аппарата, с помощью которых доили коров. Есть целая куча минусов этого. Вот мы решили сделать вакуумный провод. Для того, чтобы вот подставить только бачок, вот, подсоединить. Вот, и все. И удобно доить. Меньше шансов, что корова опрокинет бачок. Одна доярка, получается, справляется сразу со всеми коровами. Ну, может, одна справляться, но мы двоих используем, чтобы как можно быстрее отдаить, и чтобы они гуляли дольше. Ну вот, девочки старались. Мы будем пробовать. Михаил, а вы сами как часто пьете парное молоко? Каждый день. Практически. И вкусно, и полезно. Да, и вкусно, и полезно. Действительно вкусно. Значит, мы многое сделали для того, чтобы молоко было действительно вкусным. Значит, во-первых, это качество дойки, чтобы чисто все было. Вот, во-вторых, мы приобрели специальный насос, фильтр. Вот, у компании специально для молока. То есть у нас молоко фильтруется после дойки. Ну и потом, я рассказывал уже про танк охладительный, быстрого охлаждения молока, для того, чтобы теплое молоко сразу стало холодным, чтобы сохранить все его полезные свойства. Ну, на самом деле, нет ничего вкуснее именно парного молока. Я в своем детстве все время бегала к соседке, чтобы меня угостили именно парным молоком. Спасибо. Вкусно. И хотя пока ферма только обустраивается, есть уже и вполне логичные планы по расширению линейки продуктов, которые можно делать из молока. Творог и рецепты мягких сыров уже освоены. На очереди сыры посложнее. У нас появилось новое направление сейчас. Вот мы рассчитываем, опять же, на государственную поддержку в этом плане. Значит, у нас есть небольшая сыроварня, где мы делаем, начали делать твердые сыры. Очень классные сыры. Ну, на наш взгляд, конечно. Вот. И мы хотим это сделать более красиво, более профессионально, на таком полупромышленной основе уже. Вот. Для этого мы приобрели за фермой еще один участок. Мы там будем делать, как раз строить сыроварню. Мы хотим, ну, делать не очень средней выдержки сыры. Вот. Качета. Можем, планируем еще делать сыры с плесенью. Вот. Хотим также сделать небольшой акцент на туристах. Потому что люди приезжают, и вот как я, например, городской житель в прошлом, я понятия не имею, как делается сыр. Вот. А мы хотим сделать, чтобы это было зрелищно. Вот. Чтобы люди увидели весь процесс, как это происходит. И коровки хотят с ними пообщаться, и покупатели. Многие приезжают специально с детьми, вот, чтобы дети могли пойти, подойти, пообщаться. Мы им даем морковку. Детям. Я имею в виду, чтобы дети могли покормить коровок. Вот. И все это у нас происходит очень интересно. А коровки вон отзывчивые. Конечно, конечно. Они же тоже любят поиграть. Смотрите, какая тут красавица. Да, пришла поздороваться. Это вот Юлечка и есть наша. А вот это, кстати, Юля. Какая она. Юлька. Красотка. Да. Она же большая. Она большая, но вот в виде исключения ее оставили. Не хочет гулять с основным стадом. Еще чувствует себя девочкой маленькой. Сеновал тоже играет свою роль как объект восхищения. Нет. Валяться на сене мы не будем. Это все же коровьи запасы еды и подстилки. И неотъемлемый атрибут фермы наравне с теплым жилищем, которое также строилось и улучшалось, в том числе и за счет гранта. Этим летом мы закончили достраивать еще дополнительный корпус, вот, чтобы как раз было, где телятам находиться. Потому что раньше телята находились просто под навесом, закрытым брезентом. И, ну, опять же, еще до меня в бытность, здесь на ферме, многие телятки болели. Плохо росли. Вот. А сейчас красота, им тепло. Старшие их подруги и товарищи нагревают воздух. Вот. И им тепло. До того, как мы построили сеновал, прошлую всю зиму, надо же было, кто же зимой, как-то коровка чем-то кормить. Мы взяли в аренду здесь, вот, как вы сказали, старое советское прошлое. Здание, крыша течет. Ну, как-то там разместили 4 тысячи тюков. Вот. Но находится где-то в километре отсюда. А корову-то здесь. Надо же как-то кормить. Вот. Я купил прекрасный автомобиль ГАЗ-66. Угу. Вот. И мы нагружали сверху. Вот. И сюда привозили. Сеновал вообще отличный получился. Как мы в прошлом году мучились сеном, потому что это каждую неделю нужно вот эту машину нагружать, тащить. Сено по дороге падает, разваливается, потери. А здесь все, вот оно, но раз, пять метров пронес скотник, и все, на месте все лежит. Как много здесь. Просто масштабы поразительные. То есть здесь до 7 тысяч тюков можно запихать. Мы строили так с небольшой перспективой. Сено – это трава. Трава может быть дикорастущая, может быть там люцерна. Любимые колючки. Любимые колючки, опять же, да. Вот. А солома – это же остатки вот пшеницы, рож, овес. Вот это соломка получается. То есть зернышки людям, а, как говорится, корешки, вершки, вот здесь все поделили. Пока некоторые коровы прогуливаются среди живописных холмов, другие уже успели обзавестись потомством и буквально несколько часов назад. Хотя, конечно, к прибавлению в семействе готовятся и те, что на променаде. Их легко вычислить по широким бокам и широким улыбкам. Мои хорошие. У нас звездочка. Звездочка. Приятно познакомиться с тобой. Какие у тебя красивые рога. Да. Расскажите, как она себя чувствует после родов. Ну, ничего. Видите, уже стоит. В глазах небольшая грусть. Ну, ничего. Сейчас придет в себя. Молодец. Вы принимали роды? Как это было? Нет. У этой коровки не я. Но это было один раз, да. Я принимал роды. Помогал, точнее. Это было очень интересное зрелище. Не для слабонервных. Да, здесь вот телятки, которые уже могут кушать сено, но при этом мы их еще побаимся выпускать более крупным телятам. Малыши! Малыши! У них даже уже рога есть. Да, конечно. Этим теляткам где-то три недели. Вот. Ну, вот. Видите, вот какая большая. Угу. Уже подросли и так прям значительно. А еще не таким... Это искусственная просто. Да? Искусственно осемененная. Поэтому вот она... А вот этот маленький. Вот. Это не искусственный. Понятно. В естественных условиях был создан. От бычка, да. Но мне кажется, по ним не видно. Они такие красавцы. А еще пушистые очень. А так зиме они так опушились. Да, наверное, да. Вот уже один момент интересный. Когда я пришел, поили через палец. То есть окунали моську в ведро и палец в рот. И они так давай учились засасывать. Вот. Ну, опять же, получая новые знания, я узнал, что это неправильно. Что теленок, так же, как и маленький ребенок, должен сосать. Ну, вот. Поэтому мы приобрели бутылочки и все телята сейчас скормят у нас бутылок. Вот здесь у нас в клетках пока содержатся те телята, которым меньше двух недель. Почему для них такие условия отдельные? Потому что они маленькие. Они маленькие, чтобы их никто не обидел. Вот. Никто не задавил случайно. Ну, мне кажется, он хочет с вами пообщаться. Конечно. Носик тяги. Потому что если бы у меня была бы бутылка с молоком с собой. Вот их только попоили. Поэтому ближе к обеду, да. Через пару часиков мы их попоим. Создав ферму, пришлось не только учиться доить коров, принимать роды или поить малышей. Понадобились знания в управлении и даже немного в психологии, чтобы объединить нескольких фермеров для общего дальнейшего развития. «Если ты хочешь создать хорошую ферму, молочную, мясную, без разницы, это конвейер. Это конвейер, причем некоторые, может быть, производители автомобиля отдыхают, потому что все расписано до минуты, до секунды. Каждый грамм, каждый белок, каждый углеводик, все должно быть на своем месте. Ну, вот, конечно, начинающему фермеру, да, это еще далеко, но зато есть понимание, к чему нужно стремиться. Когда я начал работать фермером, я увидел, что маленький фермер, он по большому счету никому не интересен. Ни производителям кормов, ни переработчикам молочной продукции. Есть такой инструмент, это тельскохозяйственный потребительский кооператив, который позволяет объединить в себя всех производителей, схожих по своему функционалу, например, тем, кто разводит КРС, крупный рогатый сход. Вот, и я вот организовал подобный такой кооператив. Вот у нас 40 дойных коров. Каждая на учете, каждую любят, каждую лелеют. На большом производстве, даже если это конвейер, там такого нету. Там такого нету, и там нету вот этой экологической составляющей. В будущем хочется, чтобы у меня, в моей семье был полный спектр фермерской продукции. Хочется, чтобы было мясо курицы, яйца, чтобы барашки были, шашлычок был, чтобы из кого вкусно приготовить. Вот, следующим этапом у меня строительство птичника, вот, следующим этапом строительство кошары. вот такое будущее видится нашему герою. И все это вполне реально. Ведь так изменить жизнь с городской на деревенскую не каждому под силу. Значит, не было случайностей, не было совпадений. Было лишь понимание, что эта новая жизнь станет счастливой. А помощники всегда рядом. старший сын и подрастающий малыш и, конечно, жена. А по ферме, да, конечно, она как женщина, она мне постоянно указывает, что вот, нужно, чтобы пол мыли, там, не три раза в день, а четыре. Чтобы, вот как вы заметили, на работниках, которые занимаются переработкой молока, были шапочки, нарукавники, фарточек. Вот как раз вот такая женская, женские такие моменты, которых мужчина иногда глаз замыливается, не замечаешь. Вот в этом помогает, конечно. Как сын не думает вот в будущем для себя выбрать именно эту сферу старший? Ну, пока не думает, но я его направляю. Потому что я вижу, какой здесь огромный потенциал вот у фермерского земледелия, скотоводчества, не знаю, там, вот чего не коснись. Вот здесь такие просторы, вот не знаю, вот утром просыпаешься, вот в Питере, раз там, некоторые живут в квартире, даже за городом, да, там у тебя там 6-9-30 соток, без разницы. Но по сравнению с тем, что ты здесь выходишь, видишь, и эта вся природа, она как раз и позволяет вздохнуть полной грудью, и чтобы никак твой кругозор не был ничем ограничен. И если ты едешь на море, то появляются, появились красивые гостиничные комплексы, где можно остановиться, отдохнуть, кафе, рестораны. Все это, это все стало таким, как я привык это увидеть. Мы часто до переезда в Крым мы путешествовали за границу. Например, вот наши любимые места были это Испания. Вот это примерно то же самое. Сейчас это, я порой несколько раз себя ловил на мысли, что я-то иду, например, в старой части Бокчисарая. И мне кажется, что я нахожусь там в старом городе в испанском, например, каком-то. Причем море нам нравится, вот мы с ребенком в этом году ездили несколько раз в неделю, это под Севастополь на Яшмовый пляж. Там есть прекрасные места, есть скалы, с которых можно... И все 800 ступеней ваши. Вообще красота, да. И первый раз мы пошли, конечно было тяжело и вниз спускаться, и вверх, а потом все уже, даже порой несколько раз в день туда-сюда бегали, красота. Чего не хватает для счастья. Хороший вопрос, с одной стороны. А, наверное, все есть. Ну, в первую очередь, семья. Наверное, в какую-то очередь то, чем ты занимаешься, чтобы тебе это доставляло удовольствие. Вот, например, проехаться на автомобиле ГАЗ-66. Я не шучу, это непередаваемое удовольствие. Как раз это вот по поводу отсутствия границ. Да полностью, все просторы твои. Вот и счастье. Да, вот и счастье. Субтитры создавал DimaTorzok